Новая рубрика, будем называть ее «Давай научимся». Итак, через ощущение собственного тела мы определяем, как это происходит у нас, и решаем, учиться или не учиться. Выбор уже стоит за вами. Каждый из нас хорошо ощущает свое тело. Я задаю вам вопрос, как вы сегодня себя ощущаете? И я точно уверена, что вы уже дали внутренний ответ. Вы просканировали ощущением собственное тело, вы знаете для вас, что такое хорошо, что такое плохо, и можете тут же мне сказать, как вы себя ощущаете. То есть навык ощущать развит у всех. Теперь давайте попробуем понаблюдать за следующим движением. Мы крылья носа, ставим пальчики и делаем более форсированный, более глубокий вдох. У нас получается эйведох. То есть на вдохе крылья носа расширились, а на выдохе они сузились. И это, естественно, физиологический паттерн. Может оказаться, что у некоторых на вдохе крылья носа собрались. И это очень часто бывает, когда мы носим стягивающую одежду на животе, привычно зажимаем мышцы живота, чтобы, не дай бог, никто не увидел, что он у нас более округлый. И таким образом формируем не совсем физиологичный паттерн дыхания. Что можно сделать, чтобы уйти от него или, во всяком случае, начать быстро замечать, что я перехожу на такой паттерн дыхания? Мы с вами научимся управлять двумя мышцами. У нас есть две пары мышц. Одна сужает крылья носа, одна расширяет. Естественно, мы как взрослые люди можем управлять этими мышцами. Давайте попробуем. Ставим пальчики и пробуем расширить крылья носа. И наоборот, сузить крылья носа. Обратите внимание, я делаю это не за счет пальцев. То есть если я пальцы уберу, будет то же самое. И здесь очень важно. Целевая мускулатура, то есть те мышцы, которые мы хотим, чтобы не получилось при... Или... То есть изолированы только те мышцы, которые нам нужны. Как только вы научитесь управлять этими мышцами, вы будете ощущать, в какой момент вы их сокращаете и нужно ли это сокращение. Вот так просто через маленькие движения мы с вами обучились и, возможно, поменяли свою телесность. Если интересно, дайте, пожалуйста, знать в комментариях.